В Хабдинском районе активно развивается малое и среднее предпринимательство. Жители открывают магазины, шьют одежду и разводят скот. Только в этом году свое дело открыли 16 семей. Все они относятся к многодетным и получают адресную социальную помощь. Вот уже более 30 лет Надежда занимается шитьем. Расширятые одеяла и одежда пользуются популярностью у хабдинцев. Сидя дома, безработная женщина с пятью детьми решилась пройти курс обучения предпринимательства. Разработав свой проект и защитив его, Надежда получает бизнес-бизнесный грант от государства в размере 505 тысяч тенге и приобретает хорошую швейную машину. С сих пор бизнес-женщины идет в гору в планах расширять свое производство. Я давно хотела завести свое дело. У меня пятеро дочерей. Нужно было как-то зарабатывать. Самое главное в этом деле не бояться и не оглядываться назад. На сегодня заказов у меня хватает. Постепенно нарабатываю свою клиентскую базу. Пока шью на дому, но в будущем планирую взять в аренду помещение и работать больше. Хочу также научить своих дочек этому делу. На сегодняшний день в районе трудостойно 106 граждан. 196 семей, получивших социальную помощь, приобрели 83 головы крупного рогатого скота, 132 головы мелкого рогатого скота, 1437 птиц. Для получения обновленной государственной помощи 279 многодетных матерей собирают необходимые документы. С 1 января 2020 года многодетные мамы будут получать новую социальную помощь. К примеру, семья, где четверо детей, будут получать 42 500 тенге. Пятеро детей – 53 тысячи тенге. Шестеро детей – 60 250 тенге. Ну и на семерых детей семье положено 73 тысячи тенге. Сегодня хабдинцы могут смело утверждать, что их район стал районом со стабильно развивающимся малым и средним бизнесом. Люди тут полны идей. Они смело берут гранты на развитие предпринимательства, разводят племенное поголовье крупного рогатого скота, дойных коз и овец, открывают швейные цеха и магазины. Владимир Федотов, Динар Абдуалиева, Руслан Ильтаев, Телеканал Ак-Тубе.